На страницах учебников ингушской литературы еще в школе мы можем встретить короткие рассказы, принадлежащие Перу писателя и поэта Ахмеда Абубакаровича Ведзижева. Изучает его творчество и в университете. Несмотря на то, что у него многие рассказы очень короткие, можно сказать, там буквально рассчитаны на 2-3 листа, они очень лаконичны и каждое произведение несет в себе какие-то наставления. Начинал Ахмед Абубакарович именно как поэт. Первое его стихотворение было опубликовано в 1937 году в газете «Ленинец». Этот же год можно считать и началом творческой деятельности писателя. В 1956 году Ведзижев написал свой первый рассказ «Веники мути», который был тепло встречен читателями. Это в основном сатирический рассказ, там высмеивается порог, то, что легким путем нельзя ничего добиться. Главный герой рассказа «Веляется мути», он хотел наладить свою жизнь легким путем. Идею, чтобы посадить веники, чтобы продавать их потом, подкинула ему его жена. Жена просто хотела похвастаться, потому что соседка тоже таким же путем, но более правильным зарабатывает. Главный герой мути, оставив свою работу в колхозе, с головой уходит новое дело. Вырастив и собрав веники, он отправляется на рынок, но почему-то пытается продать каждый за 5 рублей. Сумма намного превышающая их рыночную стоимость. Но в итоге, не продав ни одного веника, он расстроенно возвращается домой. Но почему-то винит не себя, а всех окружающих. Он пытается винить в этом ту же соседку Яху, которая утром встретилась в пустыми ведрах, а не себя. А потом и жену в конце. Но мне нравится то, что Ведзижева Ахмед так хорошо закончил рассказ тем, что этот герой понял, в чем суть и в том, что нельзя легким путем добиться больших успехов. Еще один не менее интересный и поучительный рассказ Ахмеда Ведзижева – это «Верблюд друга», в котором показана история двух друзей, один из которых по любому поводу находит возможность солгать. Прочитав этот небольшой рассказ Далия Инарсанова, была впечатлена, как четко, просто и одновременно поучительно Медведзижев сумел показать, что ложь может стать камнем преткновения в дружбе. Верблюд друга на ингурском называется «Дох Тахчен Инкл». Это произведение можно отнести и к детской литературе, так как здесь подается пример подрастающему поколению, да и не только подрастающему. Описываются два друга, их внешний портрет – Башир и Сулейман. Сулейман ведет себя неподобающе, он врет на каждом шагу, сочиняет. И вот очередной раз он говорит, что, мол, нам отец купил верблюда, хочет взглянуть на него. Тот не верит, конечно, хочется покататься на верблюде. И вот они идут на поляну, где пасутся овцы. Там отец, оказывается, этого Сулеймана купил ослика. Главное в этом рассказе, конечный итог, конечный диалог между друзьями. Башир спрашивает, почему ты врал на каждом шагу, почему ты фантазируешь, сочиняешь все время. «Как думаешь, друг?» – спрашивает Сулейман. «Я мог бы в будущем писать фантастику. Могу я писать фантастику?» «Конечно, можешь, отвечает Башир, если не будешь врать на каждом шагу». В большинстве своем рассказы Ахмеда Ведзижева написаны в сатирическом жанре. Кто-то их сравнивает с произведениями Антона Павловича Чехова, кто-то с баснями Крылова. Но в отличие от Ивана Андреевича, персонажи Ахмеда Абубакаровича не оликоричны. Первоначально Ведзижев писал на ингушском языке, со временем его начали переводить на русский. «Это, я считаю, очень хорошо. И хотелось бы, чтобы в дальнейшем также переводились его рассказы, и чтобы его литература была доступна в школьных учреждениях, в институтах, и чтобы молодежь читала». Читателю Ведзижев известен по таким сборникам рассказов, как «Следы на развилке», «Огонь в очаге», «Повесть Капур тезка героя». Ахмед Абубакарович – мастер слова, человек неподражаемого юмора и наблюдательности. Читать его легко и свободно. В своих поэтических произведениях Ведзижев открывал новое прекрасное, вооружал против отсталого и устаревшего. Содержание его произведений тесно и неразрывно связано с эпохой общественно-политической жизни, но вместе с тем они остаются актуальны во все времена.